И сейчас в моей студии находится председатель партии «Перемен» Штефан Глингер. Добрый вечер, Касан Глингер. Добрый вечер и спасибо за приглашение. Давно не виделись. Да. Ну, с вами раньше... Да нет, у нас традиция. Раз в три месяца встречаемся, обсуждаем последние события. Ну, раньше, почаще. Ну, вы теперь часто вас приглашают другие каналы, я уже не претендую. Спасибо. Давайте все-таки вернемся к событиям, которые происходят в нашей стране. У нас второй день идет заседание Конституционного суда, такое все открытое, прозрачное. И мы наблюдаем за тем, как Конституционный суд рассматривает запрос правительства на признание неконституционной партии ШУР. Чуть ранее, насколько я помню, вы говорили о том, что это ни к чему не приведет, даже если такое решение будет принято. Почему вы так считаете? Я говорил о том, что все зависит от интерпретации, которую даст суд, и насколько конкретным будет это решение. Что я имею в виду? Если просто будет объявлена неконституционность юридического лица, коим является партия ШУР, это приведет к ликвидации этой партии, то есть к исключению ее из регистра. Ее стерут из регистра, государственного регистра политических партий. И ее деятельность как юридического лица прекратится. Но это не мешает физическим лицам, которые учредили данную партию, а я вам напомню, после изменения закона о политических партиях в результате решения другого конституционного суда. Для того, чтобы создать политическую партию, нужно две территориальных организации, то есть два района и не менее тысячи членов. То есть фактически можно при ресурсах партии ШУР, а я думаю, они за один день подадут документы на регистрацию новой партии. Что я имею в виду? Если решение конституционного суда не исключит из политической жизни те физические лица, которые являются представителями партии ШУР на данный момент, и не являются членами, допустим, политического бюро, исполнительного органа, вне зависимости от того, как он называется, зампредседатель или председатель этой партии, если это решение конституционного суда не исключит и не запретит им заниматься политикой в Республике Молдова в любой возможной форме, то тогда решение конституционного суда ничего по сути не решает. Павтология, но правда. Ничего по сути не меняет. Решение, которое ничего не решает. Ну, мы к этому привыкли в Молдове. Но, еще раз, мы не знаем, каковой будет интерпретация конституционного суда и будет ли причинно-следственная связь между признанием неконституционности партии ШУР в отношении тех людей, которые являются ее представителями и учредителями. Юридическое лицо – это фикция. Мы с вами, как общество, договорились, что есть политические партии, что есть общество с ограниченной ответственностью, что есть акционерное общество. Это все фикции. На самом деле, деятельность этих юридических лиц осуществляется, и их судьба решается физическими лицами, людьми. Вот если эту фикцию, которую мы с вами придумали, регистрировать, ей управлять и так далее, называть ее как-то, мы ликвидируем вот эту условность, но не запрещаем людям, которые ее создали, заниматься этой деятельностью. Тогда это все бестолковщина. И вот тут вопрос в том, пойдет ли Конституционный суд дальше, создаст ли прецедент или не создаст. Это не говоря уже о второй составляющей всей этой истории, которая смахивает немножко на пародию, потому что если бы было все-таки в Молдове нормальное уголовное преследование, и преступные группировки отвечали за свои деяния, то как таковой партии ШОР бы не существовало. Абсолютно большинство ее учредителей, людей, которые занимаются ею, принимают решения, организовывают все, что мы видим, они бы просто отбывали сроки наказания. Возвращаемся к юридической составляющей. Вы все-таки юрист, адвокат. На прошлой неделе в прошлой программе был гостью моей программы Александр Танаси. Он экс-судья в отставке, он эксперт-конституционалист. Соответственно, он сказал, что данный прецедент может создать еще и определенную правовую лакуну, потому что что дальше делать, у нас в законодательстве не прописано. Об этом я и говорю, что Конституционный суд должен будет дать очень тщательно продуманное решение, которое создаст причинно-следственные связи между признанием неконституционности юридического лица и физическими лицами, которые его создали. И это будет премьера. Конечно может. Конституционный суд может это сделать. Рекомендация, как это было в 2016 году после выборов. Я помню тот список рекомендаций, которые несколько составов следующих Конституционного суда, не Конституционного суда, а парламента, вносили изменения в законодательство, в том числе, что касается, не знаю, названия государства. Он может и будет давать рекомендации парламенту ввиду принятия определенных нормативных документов, законов, которые будут устранять те лакуны, ляпсисы, недостатки, которые есть в законодательстве. Они могут это делать. Они с решением по политическим партиям то же самое сделали. Потому что у нас нужно было 18 территориальных организаций, то есть 18 районов, минимум там почти 6 тысяч человек. И это было очень накладно для инициативных групп, порядочных инициативных групп, порядочных людей, которые хотели войти в политику. Потому что это денег стоит сделать 18 организаций. Поверьте мне, это очень непросто. Поэтому, если вы не финансируетесь оргпреступностью, плохотняком или кем-то, кем-то не было еще. Вот. Поэтому в этом вся соль. Вся соль этой проблемы. Что сделает Конституционный суд? Все должны понимать, что признание неконституционности политической партии основывается на аргументах о нарушении конституционного строя, субверсивной деятельности, подрыве правового строя и так далее. Системном и повторяющемся. И то, что партия ШОР в ноябре 2021 года влила миллионы леев в избирательную кампанию, которая не заредекларировала и не показала, откуда она получила эти деньги. И ее кандидат Марина Таугер была снята с выборов и впоследствии привлечена к уголовной ответственности, по крайней мере, по двум уголовным делам, которые до сих пор непонятно где и непонятно, что с ними происходит. И прошло два года, и она занимается, почти два года, полтора года, и она занимается избирательной кампанией в Гагаузии. Абсолютно используя те же методы, совершая те же нарушения и так далее. И это говорит о том, насколько импотентно наше государство, насколько оно плохо организовано и насколько власть не справляется со своими задачами. Ну вот решение, по крайней мере, полиция опубликовала, что они нашли опять те же самые похожие финансовые нарушения, попытка подкупа депутатов и так далее. И мы можем ожидать, что опять будет рекомендация ЦИКа снять с предвыборной гонки госпожу Гуцул в Гагаузии? Они нашли это только после второго тура. Ну когда официально опубликовали отчеты по первому туру, они проверили, сопоставили и так далее. Это говорит о том, насколько дезорганизованная, насколько бардаковая ситуация у нас в органах овового преследования. И насколько наша власть, вот эта партия действий солидарности, насколько это все слабо и хаотично. Они поназначали кучу народу, который не имеет никакого отношения к тем должностям, к тем креслам, на которых они сидят. И вот эти люди, которые там бьются челом о пчелок уже года полтора, никак не могут понять в этих трех березах, где выход. Это абсолютно смешно, это все становится все менее смешно с каждыми выборами и так далее. Но ваше личное мнение, вы считаете, что есть за что снимать кандидатов? Конечно есть. Есть за что было снимать этих кандидатов, там из этих восьми, там половина, наверное, можно было снимать за незаконное финансирование, нарушение законодательства о отчетности политических партий и кандидатов. Просто этим надо заниматься, этим надо работать. СИБ не в последнюю неделю вместе с ИНИ и вместе с должны заниматься выборами в этой стране, которые были и будут коррумпированными в Республике Молдова при таких темпах. И при такой анархии, бардаке в органах, во-первых, в головах политиков партии действия солидарности, а во-вторых, в головах тех людей, которых они поназначали в эти должности за последние полтора года. То есть вы считаете, что во всем виноваты политики? Конечно виноваты политики, люди, которые, зачем мы ходим на голосование? А может политики виноваты в том, что уровень бедности людей такой, что они готовы продать? Общество, политики есть выражение общества и они виноваты за то состояние дела, которое есть в Республике Молдова. И пока что я не вижу кроме оправданий больше ничего. Они два года оправдываются, что там не так, там не сяк и так далее. Нет никаких оправданий. У тебя есть 63 мандата, у тебя есть все правительство. У тебя нет никаких оправданий. Ноль. Ноль. И не надо переводить стрелки, не надо говорить, что вам кто-то мешает. Мешают плохому танцору, известно какие инструменты, то есть какие факторы. Поэтому надо прекращать эту ерунду. Мы стоим на грани политического краха и политической катастрофы. Очередной. И эта катастрофа будет выражена следующим. В Гагаузии будет Оргпреступность контролировать большую часть населенных пунктов на местных выборах 8-23 года. Оргпреступность получит контроль сейчас на выборах Башкана Гагаузии. У нас будет Ваня Чабан, который нарушил все возможные и невозможные законы со своей командой в этом городе. И которые в этой власти, люди, которые назначены этой властью, ПДС, к сожалению, покрывают, в том числе прокуратуру антикоррупции ЦБК. Вы вынуждены сказать о том, что в отношении господина Чабана нет никаких... Вы слишком часто будете это повторять. Я предлагаю вам в конце программы это один раз сказать, потому что вы будете меня прерывать, и я буду сбиваться. Потому что у меня перечисления еще долго, но мне много еще надо сказать. Насчет того, чего не делает эта власть. И какова будет стоимость для граждан этой страны, сколько мы заплатим за эту дурь. Правильно я понимаю, что общая стоимость будет провалившийся европейский курс... Конечно, это будет повторение 2014 года. Только тогда они проворовались, наша так называемая проевропейская власть. Потому что мы выбрали сутенера, контрабандиста и вообще непонятно кого, и я дали им власть. И пил-пил. И оказалось, что ландроматы, миллиарды, контрабанда, сигарет, гашишек, героина и так далее. И никто этим до сих пор не занимается, и никто не привлечен к ответственности. И люди, которые этим занимаются, продолжают работать в системе. Это так, отступление лирическое. Но я не закончил. У нас в Кишиневе будет полный провал. Никто не занимается и не анализирует серьезно, что делает Ваня Чабан. Ваня Чабан нарушает всевозможные и невозможные законы. И люди, которые были назначены ПАС, покрывают его. Государственное агентство по госсобственности, агентство по технадзору, полиция Республики Молдова и так далее. Я по каждому могу уходить в детали. По каждому сказанному здесь эпизоду. А почему Ваня это делает? Ну, потому что у Вани есть большой ресурс. А люди, которых назначают, они понимают, что эта власть, она слабая. Они плохо понимают время и пространство, в котором находятся, плохо себя координируют. Вообще имеют очень приблизительно понять о том, что происходит. В Бельцах сегодня, там, где партия «Перемен» имеет большинство в Совете, где мэр города будет идти на местные выборы от партии «Перемен», и которые сегодня фактически вместе с нами, командой мы боремся с бездействием и отрицательным действием власти, государственной канцелярии и других институтов. Правительство не дало ни лея на развитие города, несмотря на чрезвычайное положение, в котором сегодня находятся Бельцы по инфраструктуре. У нас одна улица рискует каждый день провалиться под землю. Это одна из главных центральных улиц. Это как, не знаю, бульвара Москвы, бульварду Москови провалился бы под землю. А всем абсолютно плевать. У нас 36 миллионов в этом городе на поддержание дорог, 222 километра, из них 180 разбиты. И, несмотря на всю сложность энергетический, экономический, социальный кризис, постпандемический кризис, фактически помощи не было и нет, несмотря на то, что правительство выехало на место, пообещало особый статус, пообещало решить вопросы, пообещало по киевской найти решение, пообещало, пообещало, ничего не сделали. Они не только не сделали, когда принимаются решения советом, госканцелярия Владимиру Русу, есть такой человек, последние два года очень старательно или приостанавливает, или отменяет решение совета. Почему? Потому что этот человек собирается идти на выборы мэра в городе Бельце. Ой, что случилось? А как так? А от кого? А от партии действия солидарности госпожа Бараковский. И он исполняет должность начальника территориального офиса госканцелярии, саботирует своей деятельностью на своем должностном посту работу совета и премарии, потому что у него личный интерес. Это конфликт интересов элементарнейший. Понимаете? У нас они за какую-то ерунду снимают со своих постов мэров и организовывают повторные выборы в городах и селах. А тут человек, понимаете, как чувствует себя очень свободно. То есть у нас есть один человек, у нас есть партия перемен, которая есть большинство. Мы пытаемся как-то спасти ситуацию. И вместо того, чтобы бороться с оргпреступностью в лице партии Шор, в лице партии социалистов, которая там расщеплена в дребезги, бороться с этим Нестеровским, который лег под Шора, и которому Шор помогает встать на ноги для того, чтобы организовать какую-то альтернативную платформу. Есть этот ябельчанин, который как бы типа управляется марошану, неким марошану, приближенным к армалаку, который заходит в дома к нашим пенсионерам и пудрит им мозги, дарит им продовольственные пакеты и другую помощь, рассказывает про то, что я там суперагент власти нынешней, что Григоришин там румын и так далее, всякую чушь несет. Для того, чтобы нас дискредитировать, понимая, что власть находится в свободном рейтинговом политическом падении, для Бельц любая ассоциация с правым каким-то толком или риторикой это токсично. И вот получается, что слева мы боремся, то есть на 360 градусов, и не говоря уже о Ринате Усатым, который лживые наговоры на Григоришина каждый раз, как только выступает, где выступает, там говорит все, что ему придет в голову и так далее. То есть на 360 градусов мы ведем такую круговую оборону, с точки зрения информационной войны и операционной деятельности. Бельцы в уникальнейшей ситуации, власть на это все смотрит и занимается какой-то ерундой. Я вообще не понимаю, чем занимается власть сегодня. И вот вам три единицы, избирательных единицы, в которых ситуация от аховой до критической. Что еще можно сказать? Если местные выборы будут проиграны в пользу оргпреступности, о какой европейской интеграции можно говорить, и о чем вообще говорят эти люди? Я сильно извиняюсь, что я встреваю. Я надеюсь, я вам ответил. Вы мне ответили, но мне для уточнения нужно будет задать вам еще несколько вопросов, потому что я понимаю, о чем вы говорите. Более того, мне кажется, что я это все видела, просто названия партии были другие, их было много, маленьких, справа, они друг друга ненавидели и не могли объединиться, чем пользовалась одна-две большие лево-левоцентристские партии, и брали большинство, и это все мы проходили и не один раз. Теперь у меня вопрос. У нас сейчас право-правоцентристских партий, или так называемые проевропейских, опять много. Ряд из них 9 мая подписали декларацию даже в честь Дня Европы. Вот вы смеетесь, я как раз хотела вас спросить, вы же не подписывали, вас не пригласили, или вы считаете бесполезно? С Мишей Гимпу, с Костюком Васей, с кем подписывать госпожа Бураковский? Я опубликовал фотографии господина Васи Костюка с генералом ФСБ КГБ. С Мишей Гимпу подписывать? Вы издеваетесь, извините, это, конечно, вопрос риторический. Это, послушайте, если... То есть никто вам не хорош? Послушайте, инициатором этой декларации была экстремистская правая или правая, как они себя там позиционируют, либеральная, я уже... Это все не важно, левый, правый, господи, нам надо научиться тротуары подметать. Какие левые, какие правые? У нас сегодня политическое поле делится на оргпреступность и всех остальных. Что они спекулируют? Это совсем другой вопрос. Мы, партия Пермен, мы ничего не спекулируем. Мы пытаемся в наших реалиях привнести какую-то долю разумности, практичности, в чем будет практичность, если вы будете оставаться одной маленькой партии, в которой люди... Вы меня простите за откровенность. Вы меня простите, но маленькие партии... Господин Глибер, дайте я договорю. Знает двух человек, вас и Сергея Тафилата, и сколько бы вы правды не говорили, и сколько бы вы не объясняли, этого недостаточно для того, чтобы развить партию. Послушайте меня, вы ничего не знаете о партии Перемен. Это моя проблема или ваша? Это ваша проблема. Это ваша проблема. Вы ничего не рассказываете. Мне не нужно, чтобы вы сейчас что-то знали. Вы идете по пути Рената Усатова, которого знают все, а нашу партию мало кто знал. Нет, нет. До Рената Усатова, поверьте мне, между мной и Ренатом Усат, целый океан непреодолимый. Нет такого судна, которое бы пересекло этот океан. Главное, чтобы оно было не медицинское, извините. Давайте вернемся к нормальности. Послушайте меня внимательно. Партия Перемен первая, порядочная, прозрачная, законно финансируемая партия в этой стране, которая контролирует второй город в этой стране, единственное существующий по большому счету. Контролирует или где мэр? Где мэр и фракция партии Перемен является, представляет большинство. До осени. До того времени, пока у нас есть решимость бороться за муниципи Беллс. И то, что мы уже сумели это сделать, и это не единственный город, в котором мы есть, и где мэры работают с нами. И то, что вы об этом не знаете, то, что мы это еще не объявляли, это значит, что мы не считаем нужным это на данный момент объявлять. Есть у американцев такая пословица «The loudest in the room is the weakest in the room», что в переводе означает, как он больше всего орет и бьет себя кулаком в грудь, и рассказывает анекдотов по телевизору, и хвалится. Это самый слабый человек в комнате, а не самый сильный. Это очень простая истина. Вы много кричите по телевидению, не только у меня. Мы не кричим, мы говорим то, что другим не хватает духу и мозгов сказать. И на данный момент мы выстраиваем свою стратегию, если ты хочешь чего-то добиться. Тебе нужно соотносить те ресурсы, которые у тебя есть, то время, которое у тебя есть, с теми целями, которые реально ты можешь достигнуть. Поэтому на данный момент, я думаю, мы соответствуем предложенному нами внутри Бюро политической партии, партии перемен, мы соответствуем графику и плану. Сумеем мы добиться всех результатов, которые мы для себя поставили или нет, они весьма реалистичны. Учитывая, возможно, для кого-то они слишком скромны, но для нас, поверьте, они довольно амбициозные. Один муниципий от трех до пяти городов и от пятидесяти до ста мэрий это очень немало. Как вы говорите, для маленькой, вы же любите это слово, маленькой политической партии, которая уже контролирует несколько городов и с которой уже говорят очень много мэров и которые будут от нас идти. И поверьте, от нас будет идти много мэров, которые уже являются мэрами в том числе, в том числе, возможно, из мэров, которые сегодня или в прошлом идентифицировали себя с этой властью и не только. Потому что мы позиционируем себя как партия вне этих систем координат. В классической системе координат нас бы признали центристкой, наверное, центристкой какой-то партии. Но наш месседж, то, что мы пытаемся объяснить людям последующие 8-12 лет не будет никаких левых, никаких правых. Нам надо будет научиться класть асфальт, управлять государственными компаниями, заниматься своим бюджетом, возвращать людей, создавать налоговые реформы в пользу людей, упрощать налогообложение, заниматься конкретикой, у которой нет цветов политических. Для этого нужны просто мозги и воля. И я в глубочайшей прострации от того, что у нас наконец-то люди отдали там голоса свои одной, единственной партии, чтобы у них не было никаких оправданий, чтобы они не могли сказать, как говорил Филат, что виноват Плохотнюк, а Плохотнюк говорил, что виноват Филат и Гимпу, а Гимп говорил, что виноват эти двое. Вот весь этот бардак, он закончился. Вся власть в единых руках. И вот наше удивление состоит в том, что с этой властью пока партия действия солидарств не поняла, что ей делать. И отсюда идут очень много проблем. В юстиции, в самоуправлении, реформа, так называемая, публичная администрация местная. Извините, что я вас перебью, я все-таки вернусь еще раз к местным выборам, потому что, ну, может быть, вы действительно имеете право перебирать, с кем вам разговаривать, с кем нет, с кем садиться за один стол, или, как говорил когда-то господин Ткачук, на один гектар, еще что-то. Каждая партия вольна в своих решениях. Подписали бы какую-то декларацию? Можно я закончу хотя бы один вопрос, прежде чем вы начнете свои ядовитые комментарии? Комментарии ядовитые, это ваши комментарии ядовитые. Вы меня спрашиваете, почему я с Костюком не подписал декларацию, и удивляетесь. Я вас не спрашиваю, почему вы... И спрашиваете, сколько вы собираетесь оставаться такими принципиальными? Да я вам скажу, до скончания веков мы будем принципиальными, потому что в этом есть отличие меня и моих коллег. Согласна, но я хочу вас спросить о другом. Мы с вами три месяца назад говорили о том, что вы все-таки с некоторыми другими непарламентскими партиями обсуждаете, в том числе и возможно совместные какие-то списки на местных выборах, что-то еще. Есть ли продвижение в этом направлении или так и будет происходить, что каждый будет брать по... Партия перемен идет на местные выборы сама, как партия перемен. Без ансамбля. Без ансамбля. Местные выборы это выборы людей. Сумел найти порядочных, умных, качественных с точки зрения самоуправления, местного самоуправления людей за твоего кандидата проголосует. На местных выборах не будут голосовать в Бельцах, не знаю, в Шалдонештах, Резинах или в другом городе за Штефана Глигера. Штефана Глигера, возможно, где-то кому-то что-то добавит. А самое главное, чтобы я никому не убавил. Как политик национального уровня. На местных выборах будут голосовать за того кандидата, который идет на пост мэра и за список советников. Вот о чем нам надо заботиться. Для того, чтобы идти совместными списками с какой-либо другой политической партией, нужно формировать, согласно нашему законодательству, избирательный блок. Избирательный блок. Понимаете? А это совсем другая история. История избирательных блоков в Республике Молдова она весьма сомнительная, скажем так. Поэтому мы идем на эти выборы сами. Мы берем на себя политическую ответственность за эти выборы как политическая партия. И пока что все. Что касается разговоров с другими политическими партиями, мы говорим с теми, с кем считаем нужным. Если и когда эти дискуссии приведут к каким-то результатам, мы сообщим. Если не приведут, то не сообщим. Ваше право. Вопрос мой следующий. Вчера на журнал ТВ была программа Александра Козера, где представителю партии Действия Солидарность пришлось отбиваться скажем так от нападок в том, что ПДС различными способами пытается либо переманивать, либо давить примаров, которые отказываются с ней сотрудничать и находятся в других партиях. Об этом говорил Дина Плангел и об этом же говорил если я про не помню Николай Чбук представитель ДПМ бывший. Вы ранее тоже говорили про примара Резина в моей же студии, которого они пытаются выписать выписать который принял решение и запретил ему участвовать в выборах на последующие три года. По закрытым каналам мне сказали, что связали это решение с тем, что там тоже у партии власти будет свой кандидат, которому нынешний примар сильно мешает. Я, как вы понимаете, на такие заявления права не имею, я просто сообщаю то, что мне сказали. Вы тоже считаете, что это и есть причина, по которой я и что такой феномен имеет место? Потому что Раду Мариан, который был вчера в программе и который является вице-председателем партии «Действия солидарность», говорит, что это все наговоры и отвергает все это и что это все связано с попыткой очернить, а те примары, которые присоединяются к власти, присоединяются по доброй воле и собственному желанию. Да, кстати, куратором от партии «Действия солидарности» ПДС ПАС по резине является Раду Мариан, который является дальним родственником одного из персон, которые находятся в исполнительных органах их территориальной организации, который руководит некий Багрин, о котором антикоррупция МТ писала очень тщательную историю, рассказ о его нарушениях законодательства в сфере строительства. Человек брал разрешение допустим на 285 квадратных метров на застройку, строил, а потом достраивал еще столько же и так далее. Я уточню, у нас настолько сильнейший кризис кадров, что партии дерутся за примаров, переманиваясь к себе? Это разные. Мы разделим резину от того, что говорил господин Пуэнгао, председатель действия солидарности. Это две истории, которые из той же оперы. Возьмем резину. В резине уникальный мэр, который уже два мандата, это восьмой год, сумел в резине навести порядок, провести сети, увеличить бюджет в разы. закончить прошлый год с профицитом, я не помню, более 10 миллионов лей. Уникальный человек. Уникальный человек. И власть, вместо того, чтобы радоваться, что у нас в стране есть такие мэры, она строит ему козни. Агентство национальной неподкупности, или как оно правильно называется по-русски. Национальный орган по неподкупности. бог с ним. Сделали проверку и констатировали факт, что согласие совета, мэр, компания, которая является собственностью мэра города, Семена Татарова, дала безвозмездное, бесплатное пользование мэрии машину, потому что у мэрии машины не было. Очень старая машина, которая была в очень плохом состоянии. Есть Волга, которая лежит где-то под забором, и была дача без кондиционера, без ничего, в очень плохом техническом состоянии. И человек безвозмездно создание согласия совета отдал в пользование бесплатное в командат отдал машину. Они констатировали нарушение и запретили ему после окончания мандата избираться на три года. А в чем состояла нарушение? А на самом деле нарушение в этом состояло с их точки зрения, что он отдал бесплатное пользование. Денег должен был брать или покупать новую? Нет, они считают, что мэрия должна была купить новую машину, на которую у нее денег не было, и чтобы они все ходили пешком. Теперь, вот этот идиотизм, вот этого органа, который называется АНИ, он, это не единичный случай. В Бельцах у Григоришина было две проверки. Первая закончилась ничем, они сделали сразу вторую. Так вот, это инструмент, который, наше восприятие понимания этой ситуации, что власть через этот инструмент пытается усилить свои переговорные позиции с некоторыми или убрать с каких-то конкурентов. Это наше восприятие, это еще надо доказать, но мы так это видим. Теперь, конечно же, примар Мерси Мерт Натаров опротестовал в суде, и сейчас в апелляционной палате будет рассматриваться эта контестация, опротестовал вот это идиотское решение АНИ. Самое интересное, что вот эти козни, мы подозреваем в них, конечно же, партию действий солидарности, которая сегодня контролирует всю власть в стране. Самое интересное, что если все-таки это дело в суде будет проиграно, то в городе выиграют социалисты, потому что ПАС там никогда не выиграет. У ПАСа такая токсичная там команда, и их куратор настолько мудрый, господин Радомарян, давайте без персональных вы позовете, потом дадите ему шанс персональный, неперсональный, это мне уже решать. Не забывайте, адвокаты, у меня лицензия и все в порядке. У меня есть еще КСТР и штраф, поэтому давайте все-таки будем придерживаться. Дадите ему право на реплику этому гражданину. Вы уже будете рассказывать мне, что я должна буду делать в программе. Ладно, хорошо, давайте дальше. Просто обходимся без персональных атак. Так вот, эта ситуация все-таки идиотская, и власть ведет себя по-идиотски. Она не понимает, что есть районы, где они сильные в центре страны и то не все. А есть районы на севере, на юге Молдовы, где их просто нет. Их просто нет. Попробуйте в Единцах кого-то найти, в Бричанах, в Атаках, в Окнецах, в Дандушанах. Пойдите, попробуйте. Поэтому власть вместо того, чтобы заниматься управлением страной, а политическая партия, которая сегодня как бы у власти заниматься усилением сильного, потому что есть такой принцип и в политике, и в бизнесе. Они занимаются ерундой, они занимаются склоками, сплетнями. И здесь мы переходим к второй части разговора, которую вы подняли в вчерашний эпизод на Журнал ТВ. Я давно знаю о том, что депутаты партии Действия Солидарности ездят по районам и используют инструменты административного контроля для убеждения мэров, в том числе партии Достоинства и Правды ППДА платформы да, используют этот инструмент для того, чтобы убедить их переходить в пас. И вот в теленеждах пару месяцев назад, я уже не помню точно, неделю 6 может, может 2 месяца уже, время бежит очень быстро, был такой эпизод, когда они сумели убедить 4 мэров разными уговорками, Сату Европиан, сейчас появился Сату Европиан Экстресс, плюс, Экспресс, как он там называется, о том, что у них будет помощь, там будут ресурсы, будут так далее, путем в том числе дискредитации партии, из которой они состояли, перейти в пас и участвовать в выборах от пас. Я вам скажу, что это стыдно. Партии действия Солидарности должно быть стыдно, во-первых, за то, как они управляют страной, и за все, что они сделали в юстиции, за все, что они сделали в центральной власти, за все, что они сделали в налоговой сфере, точнее, не сделали, за отсутствие вообще какого-то понимания, что делать с предприятиями, микробизнесом, уже никак им не помогли, дали какие-то там линии кредитования, которые, да, чтобы кредитоваться, у тебя нужен рынок, свободный, нужно, чтобы не было коррупции, бюрократии, ты должен был хотя бы ввести монополию на государственные проверки для микробизнеса. То есть, эти люди, которые просто занимаются, вообще я не понимаю, чем они занимаются, и я не вижу никакого стратегического видения, была Гаврилица, не было никакого видения, пришел Ричан, точно так же никакого стратегического видения, в первую очередь по бизнесу нет. минуту, у меня есть еще вопрос, поэтому 30 секунд закрылся. Поэтому тот, то, что ПАС ворует, образно выражаясь, мэров, переманивает, мэров, используя административные ресурсы, те инструменты, которые у них есть, это факт. И Дину вчера правильно сделал, Возможно, прокомментировать этот вопрос, будет председатель партии, которого я спрошу о том, действительно ли это является, скажем так, стратегической частью действия партии, но не могу вас не спросить, 8 мая вы были на встречу с президентом Майя Санду, там были представители других парт, политических движений Республики Молдова, многие похвастались, поблагодарили президента за приглашение, расписали в своих соцсетях, вы об этом даже не обмолвились, о том, что вы там были, мы узнали, что был конструктивный разговор с президентом. Вот я вас хочу спросить. Что они наконец-то появились в новостях некоторые политические формирования. Ну, вы знаете, скромность вам тоже, наверное, иногда не помешала бы господин Клигер, а тут, знаете, белый фраг может один раз и лопнуть от такого количества уверенности в себе. Я просто не понимаю, чем они хвастаются. Ну, это их дело, их выбор. С вашей стороны не было вообще никакой информации, я вас хотела спросить, почему? Вам показалось это неважным, это неинтересным. Чего не было информации, мы на выходе дали интервью прессе, телевидением и так далее. Но вы же понимаете, что я заглядываю к вам на сайт, смотрю вашу официальную страницу. Да, на самом деле мы не сделали официальный пост на эту тему, но мы не скрывали, был официальный пресс-коммунике, мы дали интервью на эту тему. На самом деле были консультации, я на этих консультациях сказал несколько вещей. Во-первых, обрисовал ситуацию по участию в оргпреступности на всех уровнях в выборах Республики Молдова. То есть, то, что вы мне говорили в начале программы. Я посчитал это необходимым сказать президенту в лицо. Добавив некоторые детали, которые я сегодня не упомянул. Во-вторых, я сказал следующее. Я думаю, власть должна независимости, президентская, парламентская, исполнительная. Если они на самом деле хотят объединить общество вокруг идеи европейской интеграции, прежде чем принимать какие-либо решения в отношении продвижения европейской повестки, консультации все-таки было бы неплохо устраивать до объявления решения, а не после. Потому что консультации после выглядят как формальность. И поверьте мне, многие там из тех, которые хвастались, что они их наконец-то уважили и уделили им внимание, за глаза на самом деле так и считают, что это все было формальностью. И говорят об этом. Поэтому я посчитал необходимым это сказать. Я думаю, это логически, какая-то констатация. Тема была 21 мая. Тема была 21 мая. То есть Европейская Молдова, национальное собрание. Я хочу узнать, вы там будете и приглашаете ли вы своих сторонников принять участие в этом мероприятии? У нас несколько организаций, территориальных организаций изъявились желания самоорганизоваться и приехать. Основной темой разговора в президентуре был, кто является организатором и как вообще все это организовывается. Это раз, кто занимается этим. И два, кто обеспечивает безопасность и как президентура или правительство или кто этим занимается, собираются обеспечить эту безопасность, учитывая, что будут возможно тысячи частных машин, в которых возможно будут люди, которые поддерживают идею европейской интеграции, а возможно будут сторонники Шора. И я думаю, сторонникам Шора хватит мозгов не вывешивать флаги Советского Союза в окно, когда они будут ехать в Кишинев. Я так подозреваю. Я так себе думаю. На несколько митингов я видела таблички с надписью «Дети», там, правда, детям было лет под 40, ну ладно. То есть вопрос был, как вы этим, как вы это, как вы это видите? На что нам сказали, что есть правоохранительные органы, они будут этим заниматься. Зная ситуацию в правоохранительных органах, ну посмотрим. Вы выразили свои сомнения. Я понимаю, но вы считаете, что необходимо все-таки проводить мероприятие в поддержку европейского курса Молдова. Я просто знаю из-за кулисных разговоров, секундочку, что идея провести контрмероприятие против всех протестов организованных партией Шор витали в воздухе. Я должна признать, что я была очень критически настроена относительно всех этих идей, просто потому, что я понимала и имела информацию о том, как готовятся вот эти вот митинги партии Шор. И я понимала, что нельзя по такому же сценарию делать контрмитинги, да и контрпродуктивно и бесполезно. Тем более, что опросы и так показывают, что большинство граждан за европейскую интеграцию. Но раз была такая инициатива, накануне саммита от 1 июня, провести такое большое мероприятие 21 мая. Остается что, поддержать или воздержаться? Остается понять, кто занимается организацией, какие ресурсы на это выделены, кто обеспечивает безопасность, каковы эти меры безопасности, являются они недостаточными или нет. Привнести ясность. К сожалению, пока что ясности особо нет. Организаторам официальным событиям, этого собрания является президентура, но у президентуры нет логистики, нет ресурсов для того, чтобы провести. Соответственно, им помогает государственная канцелярия, то есть правительство. И безопасность, соответственно, должна обеспечить Министерство внутренних дел, точнее, подчиненные и ГП, и карабинеры, и так далее. Вы говорите вопрос в другом. У нас одну минуту заканчивается. Сейчас секунду. Вопрос в другом. В Молдове есть проевропейское большинство. Если его не разбазарить, если его не рассыпать, если его не демотивировать, а для того, чтобы это европейское большинство сохранилось и росло, нужно эффективно управлять страной. Нужно приводить в соответствие и применять в практике те наилучшие, тот наилучший опыт, который есть в Евросоюзе и те нормы, которые там существуют. Потому что там живут люди в благосостоянии и в порядке ввиду социального договора, который эти люди приняли на межгосударственном уровне и на национальном. Сегодня самая большая проблема в отношении европейской интеграции это то ужасное качество эффективности, то есть неэффективность, перефразирую, государственных институтов. Отсутствие видения в сфере реформы малого, микро и малого бизнеса, налогообложения и так далее, и так далее. И вот это главные препятствия. Когда мы решаем собрать людей на площади, мы должны им что-то сказать. И мы обычно и собираем для того, чтобы сказать им какие-то хорошие новости, а не плохие. О том, что правительство справляется, о том, что есть стратегические направления, и так далее. По инфляции, по борьбе с бюрократией, по борьбе с коррупцией, по Андронаке, Шору, Таугер, Плохотнику и так далее, которые бы сидели где-то там красивенько в 13-й тюрьме. Но они все на свободе. Поэтому я не знаю, это собрание это плюс или минус. Еще раз, наши организации изъявили желание я буду со своими людьми. Мы будем там присутствовать. Но я хочу напомнить, что это аполитическое мероприятие. Ни один представитель политических партий не будет говорить со сценой. Будет говорить президент и еще кто-то, нам не сообщили кто. Мы подозреваем кто-то из Европейского союза и представители не гражданских, а представители граждан. 10, кажется 10 человек что-то это вроде. Заключительный вопрос, потому что насколько я поняла 21 мая это мероприятие первое. То есть мы должны вроде как бы продемонстрировать в едином порыве желания молдован вступать в Европейский союз. Затем 1 июня 1 июня будет саммит. Очень важное событие, в котором будет присутствовать большое количество иностранных глав государств и не приедет в Республику Молдова. Беспрецедентное должна признать мероприятие для такой маленькой страны, как Республика и следующее и все это как бы как шаги подготовки к тому, что осенью мы будем проходить очередную тестацию, подавать следующие отчеты на своем пути и в Европейский союз. 1 июня это важно на ваш взгляд? Одна минута если можно лаконично хоть что-нибудь хорошее. Важные, уникальные события для Республики Молдова. Очень надеюсь, что оно будет хорошо организовано, безопасность будет обеспечена, учитывая, что организованная преступность танцует на столе в Республике Молдова. Танцует на столе. Спасибо. Танцует, припеваючи и притоптывая. Спасибо. Я вас благодарю, Господин Глигер, за это интервью. Я рада, что мы с вами, как всегда, нашли где поспорить довольно откровенно. Очень приятно, если честно. Спасибо за приглашение. Приходите к нам еще, может быть, даже чаще, чем раз в три месяца. С нашими телезрителями я не прощаюсь. Мы с вами увидимся после рекламы и будем говорить о возможном дефолте в США, о будущей предвыборной кампании, после того, как Джо Байден объявил о том, что он будет участвовать и сохранится ли связка Байдена и Трамп и о других событиях международного уровня с Дмитрием Аббарансоном. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова